Если говорить о том, что там вверху происходит. Я видел эту статью и там в частности развивается мысль о том, что якобы в высоких кремлевских кругах обсуждаются возможные варианты политического устройства правящей верхушки. В случае ухода Путина, в случае, если он заболеет, умрет или с ним еще чего-то случится и думают, кто может стать новым президентом, называют фамилии Сергея Собянина, мэра Москвы, называют фамилию Дмитрия Медведева, который уже побывал президентом, в кавычках, я бы сказал, местоблюстителем президентского престола. Называют фамилию бывшего премьер-министра Сергея Кириенко, который сейчас является заместителем главы кремлевской администрации и курирует украинские дела. Но есть другая совершенно версия, в которую я больше верю, а именно, что вот все перечисленные люди, включая и некоторых других, там и министра обороны Шойгу, и начальника генерального штаба Герасимова, и начальника ФСБ Бортникова, и секретаря Совета Безопасности Патрушева, все перечисленные люди, не говоря уже о спикерах Верхней и Нижней Палаты Российского Парламента, я имею в виду Валентина Матвиенко и Володина Вячеслава, спикера Государственной Думы, вот все они на самом деле толпою алчные, там толпятся у трона, но особого влияния и веса не имеют. А реально вес влияния на Путина имеет совершенно другой круг людей. Называют его бывшего начальника охраны, а ныне главу национальной гвардии, командующего, по-моему, даже называется не командующий, а называется директор национальной гвардии, хотя странное сочетание, директор национальной гвардии. Ну хорошо, де-факто он командующий национальной гвардии. Золотов, генерал, известный своей редкой тупостью, я бы сказал. Редчайшей тупостью. Кадыров, Пригожин, этот самый повар, который по совместительству является хозяином всех этих фабрик ольгинских троллей, с одной стороны, и с другой стороны, ему принадлежит вот эта вот самая пресловутая ЧВК Вагнер. И братья Ковальчуки. Тут разные версии высказываются. Одни говорят, что старший брат Михаил Ковальчук, который возглавляет Курчатовский институт, физик и по совместительству бизнесмен имеет очень близкие доверенные отношения с Путиным. Другие говорят, что да нет, нет, это не Михаил, это Юрий. Но возможно, что они дополняют друг друга. Братья Ковальчуки. Вот Юрий бизнесмен. Юрию принадлежит пресловутый банк России, по сути дела, карманный банк Путина и его товарищей по пресловутому кооперативу дачному «Озеро». И ему же принадлежит национальная медиагруппа, которая, по сути дела, контролирует основные российские телеканалы и многие другие российские медийные пропагандистские ресурсы. Вот говорят, что они на самом деле определяют картину мира Владимира Путина. Некоторые говорят, что на самом деле вообще Путин, как тот диктатор из ста лет одиночества Маркеса, находится наедине с самим собой. Субтитры создавал DimaTorzok